Приветствую вас и существует несколько вариантов решения вашей проблемы. Первый вариант заключается в том, что вы пишете, что не можете разлюбить, добыть девочку. И сам факт того, что вы не можете разлюбить, добыть девочку, а свидетельствует предварительно о том, что у вас может быть определенная зависимость от этого человека. Поскольку любая зависимость это плохо, то нужно от этой зависимости избавляться. Чтобы вы были свободны, чтобы вы адекватно и здраво оценивали те силы, которые у вас к девушке есть, чтобы вы понимали, что это действительно любовь, например, а не что-то другое, допустим, и для этого необходимо все-таки понять корни вашей зависимости. А корень вашей зависимости заключается в определенных потребностях. То есть, потребность в чем-либо осуществляемая через девушку. Поскольку вы говорите, что вы не можете забыть девушку, вы не можете ее разлюбить, забыть и прочее, значит, она для чего-то вам нужна. И поскольку именно вы, не в этом году, она не хочет к вам возвращаться, не можете ее забыть, то, соответственно, именно у вас и есть какие-то желания, которые вы перестали удовлетворять после того, как с девушкой расстали. И именно это провоцирует вашу зависимость. Чтобы от зависимости избавиться, ну и, во-первых, эти желания осознать. И, во-вторых, научиться их удовлетворять так, чтобы вам для этого не был нужен человек. Потому что искренние отношения такие, когда человек, будучи свободным и удовлетворив все свои попредственности, личные, актом доброй воли делает другого человека счастливым. У вас, к сожалению, ситуация явно немножечко не такая, у вас ситуация еще другая, вы нуждаетесь с девушкой, и это мешает вам, возможно, ее забыть. Значит, этот момент, я надеюсь, понятен. Этот момент связан непосредственно вот с тем, что вы избавляетесь от зависимости. Дальше. Теперь непосредственно по поводу того, что делать, чтобы вернуть человека, который, ну, в общем-то, не хочет, по-моему, отращаться. Начать нужно для начала с того, чтобы определить, а что послужило причиной вашего рода в отношении вообще. То есть, почему у вас отношения прекратились. Что послужило причиной для того, чтобы девушка от вас ушла. То есть, изначально ведь был какой-то конфликт. Изначально произошла какая-то главная проблема, которая, по-другому, потому что ваши отношения перестали существовать. Вот об этом мы для начала поговорим. Вам самому вполне возможно свою проблему разобрать. Разобрать и проанализировать. Что девушке, допустим, не понравилось вашим взаимодействием. Что ее не устраивало, что ее напрягало. И так далее. И после этого, после того, как проблема будет проанализирована, и определенные выводы вами будут сделаны, вы сможете вновь начать общаться с девушкой. Хотя бы просто на дружеских основах. Просто на основе свободного, независимого, непринужденного общения. Просто потому, что вы можете ей сказать о нежелании, например, с ней расставаться, о нежелании, допустим, ее терять, ну, как человек из вашей жизни, да. Ведь это вполне естественное и нормальное желание. И в процессе этого взаимодействия вы сможете доказать и показать своей девочке, что вы изменились. Что вы поменяли свои взгляды относительно того, что стало причиной вашего разрыва. И что девушка с вами может получить то, чего она раньше не получала. что девушка рядом с вами наконец-то будет удовлетворять те свои желания или потребности, которые у нее были. И которые раньше ее не удовлетворяли. Также можно сказать, что те требования, которые были же у девушки к вам, теперь также будут удовлетворены. А вы этим требованиям будете следовать. и соответствующим. Только так можно девушку вашу вернуть. Но понятное дело, что если вы будете говорить о таких вещах, как, например, если я хочу тебя вернуть сразу и так далее, то у вас ничего не получится. Нужно терпение, нужна выдержка и нужно время. Нужно, чтобы девушка увидела не по словам ваше желание, а по действию. Нужно, чтобы девушка видела именно ваше стремление, вашу направленность на нее в общении между вами, стремление. А не достижение чего бы то ни было ради себя самого. Это девушку только от вас отпугнет. Вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. То есть, давайте немножечко подытожим сейчас. Есть направления, в которых вы можете двигаться. первое направление это освобождение отравительности, если вы не можете забыть и разлюбить человека. Избавление отравительности поможет отобрести вам свободу, адекватно и полно смотреть на человека, оценивать свои отношения с ним и все-таки более полно, более реалистично видеть картину мира, которые есть на самом деле. Второе направление это работа над проблемой. Проблемой, которая послужила причиной вашего расставателя. Ну, или группой проблем. Зависимо от всей ситуации. На основании работы с этими группами проблем вы сможете подкорректировать свое отношение к девушке, свое поведение по отношению к ней, чтобы это поведение вызывало в нее доверие, вызывало в нее симпатию и так далее. И последнее направление это новое обновленное правильное сказать взаимодействие, общение с ней. Изначально непринужденное и независимое оно будет направлено на то, чтобы показать девушке, что вы извлекли урок из вашего отставания и из проблем. и изменились позитивно и хорошо. Все это не гарантировает того, что девушка к вам вернется, потому что у нее может быть действительно неожиданно, просто быть с вами. И в этом случае нужно сказать, обязательно предупредить, что возвратить человека можно тогда, когда у него есть определенный к вам чувства. Если чувств нет, то и возрастить человека не получится, потому что насильно влюбить в себя неожиданно. Насильно наставить кого-то нас любить невозможно. Это то, что вам нужно всегда помнить. поэтому наиболее вероятной и правильной стратегией вашего поведения является следующее. Работа во втором и третьем направлении, то есть соответственно по проблеме расставания и по налаживанию общения с ней. И если это никакого результата не принесет, то работа по первому направлению, а именно по ликвидации вашей зависимости от девушки. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по ногу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. субтитры создавал DimaTorzok